Так, начало GNS3 найдём. GNS3. GitHub. Нам не нужно перевозить, никогда этот сайт не переводить. GNS.GUI. Последний, и для Windows у нас, значит мы будем пробовать на Hyper-V ставить, вот тут у них есть All-in-One, это специально для Windows, она устанавливает, чтобы не думать, всё вместе. Давайте мы её качнём. Сейчас. Ну да, неспешно. Ну пока качается, я паузу нажму. Скачается, продолжим. Здесь пауза. Пауза. Скачалось у меня, давайте мы запустим это у нас закачки. Паузу откроем. Запустили. Агри. Да, звук записываем в микро. Значит, вот что нам, вот эти вот тулзы и, собственно, ну пусть будет Virtual Viewer. Значит, GNS Desktop, это для подключения, веб-клиент и виртуальная машина. При этом он должен нам предложить выбор на виртуальную машину. Давайте мы на D будем ставить. У меня тут на C просто нет места. Вот, предложил виртуальную машину. Давайте мы Hyper-V, собственно, и выберем. Что у нас? VMWare Workstation. За это нужно платить VirtualBox. Ну, это очевидно. Это вы и так сами все сделаете. И VMWare ESC это тоже нужно установлять и платить. Install. И вот она пакеты ставит. ну, это ну, это собственно, сейчас она поставит GNS, а дальше пойдет скачивать виртуальную машину с сайта GNS. Вот так вот. Вот сюда беру. Сейчас сверну. вот у нас я думаю вот этот вот Hyper-V она будет скачивать 1.7 гигабайт и устанавливать. Вот она пошла качаться 35 минут. Ну, давайте я опять нажму паузу, чтобы она успела скачать паузу. Итак, у меня скачалось в Downloads. Давайте я нажму ОК. Скачалось достаточное время. Значит, вот он WinPickUp ставит. Это драйвер для работы с сетевым интерфейсом, чтобы мы его могли отлавливать трафик. NCAP. Ничего не изменяю, просто Next, Next, Next. Все это для работы с сетевыми драйверами. Все так, ждем куда поставится. А, нет, думал он меня спросил, что делать. А он просто задумался. Опять Next. Теперь он Wireshark скачивает и ставит. Я пробовал устанавливал Wireshark отдельно с помощью шоколада. А он все равно его скачивает и все равно ставит. есть он даже не проверяет есть ли Wireshark на машине. Вполне логично, может он думает, что под Windows Wireshark то не может быть. нам мало строить топологии, у нас в каждой лабораторной необходимо будет просматривать еще и трафик, который проходит. что вы понимаете, как вообще все это работает и как трэблшутингом заниматься, если какие-то проблемы возникнут. Итак, он ставит Wireshark Wireshark он ставит с ключом S, я думаю это от слова silent, то есть не спрашивая ни о чем. Да, как видите, установка вся неспешна. библиотеки, кем уставит он? InterHardware Accelerator он не работает, но я думаю это нам и не нужно. Avert Viewer на самом деле вот я не всем понимаю зачем он, потому что ну этот комплект в принципе он нужен только если мы подсоединяемся к удаленной машине, которая работает в некой среде виртуализации. Это только один из вариантов ESC VMWAR тут был предложен вот для нее нужен Vert Viewer а для других вариантов в принципе он не нужен. Ставится ставится тут он даже нас не спрашивает а просто все ставит все что есть так устанавливает так устанавливает и там эти узел к концу движется движется у нас открываю слайдер исполнения у меня возникают смутные сомнения что он виртуальную машину поставить нам не будет то есть вот он клиента установил нет нам не нужен Solar Wind это просто терминальный эмулятор стартуем GNS3 так вот гип клиент спайс хорошо локальный сервер запускает ну вот теперь мы должны собственно давайте выйдем собственно наверное установить наш наш виртуальный машин итак давайте я вот на D сделаю D сделаю каталог Work и туда перекину то есть видите что можно было сделать можно было не выбирать виртуальную машину а сказать что нет нам не нужна виртуальная машина а потом саму ее скачать отдельно потому что он все равно ее не ставит так Download где у нас на букву D вот она давайте мы ее перенесем вот если там будет машина давайте мы это переименуем в м типа виртуальная машина не знаю что будет zip control enter так наверное тут анзип то 7 z control enter 7 z x control enter пока паузу нажму пусть распаковывается как распаковалась у нас машина ну а теперь собственно мы забыли гипервитом нам нужно оточнуть чтобы он работал значит мы запустили повершил от админа значит у нас гипервей идет как роль мы эту роль подключаем control v что-то я так вот enter ох какие-то тут меня очень радует windows бегущий слайдер ну ладно в виде знаков равно или чего другого а тут каких-то кругляшков колбаска такая подключается и вот он что нам говорит давайте переключим перегрузим компьютер тогда все будет хорошо я сейчас отключу запись чтобы она у меня не упала и перегружу компьютер в общем мы перегружаем компьютер она у меня перегружена это заняло небольшое время как всегда давайте двигаться дальше по списку мы должны проверить что гипер в у нас запустился установился так что у нас гипер в на букву лх лгг C, D, E, F, G, HIPPYSmart какой-то. Ну, тогда мы просто-напросто, что-то у меня запускается, запустим его по названию поиск. Да, тут же у нас средняя кнопка не хочет работать. Так, консоль запустим от имени администратора. Вот у нас и запустился наш ГиперВ. Достаточно нетривиальная задача. Ну, теперь создадим наш диск виртуальный. Вот у нас, давайте, где у нас был наш фар. Это у нас было на диске D. И это у нас было в папке VM. Вот у нас... Значит, что у нас тут? Два диска, собственно. Этот ZIP можно удалить, не нужен. Два диска. Один, собственно, с системой. Вот, 5 гигабайт. А другой, 500 мегабайт, это, собственно, пустой диск. На него ставятся все апплиенсы, которые вы будете устанавливать. Ну, давайте мы поставим. Для того, чтобы поставить, нам нужно, опять же, повершел запустить. Там скрипт лежит для установки. Значит, с повершелом по умолчанию он не дает скрипты запускать. Поэтому мы вот волшебную команду сделали, которая с разрешением разрешает нам запускать сценарии. Значит, перейдем в dvm, ls, apta. И, ну, тут можно, видите, повершел отдельно запустить. Ну, а тут мы внутри повершела находимся. А нам не нужен повершел, кстати. Админский нам достаточно. Мы же у себя устанавливаем, наверное, да? cd.d.vm.ls. И create... Ой, это же много. Create.vm.ps. Запустили. Смотрим, что... А, нет, все-таки админский. Можем и под админом запустить. И все? Работает нормально? Что у нас там получилось? Виртуальная машина. Ну, вот, потом политики отключим, да? Давайте просто... Так. Значит, все работает нормально. Значит, политики опять включаем для безопасности. И запустим нашу виртуальную машину. Так, где наша волшебная команда? Так. Ну-ка, попробуем без администратора запустить. Вот она, выключена. Давайте мы ее запустим правой кнопкой. То есть, подключить это и есть. Выключено, включить, да? Подключить. А может, это волшебный перевод? Перевод такой. Пуск надо было нажать. Ох ты, как интересно. Вот. Больше, чем Windows, я люблю русский перевод. Windows. Да. Заставочка классная. Он язычком хватает. У него язык вытягивается, вытягивается, вытягивается. Ну и... Работает. Загрузка ЦП 22%. Память. Ну, вы знаете, вот гиг памяти это не есть хорошо. Не, не является хорошим показателем. Я думаю, чуть побольше нужно брать. Ну, хотя бы 4, да? Ну и, наконец-то, она загрузилась. По-моему... VirtualBox побыстрее будет. Хотя, кто его знает. Все-таки родная виртуальная машина. Да, наверное, нужно... Вообще, сейчас для нормальной работы нужно как минимум 64 гига памяти оперативной. Во! Смотрите, у нас какая песня. Во-первых, KVM Support Available. Значит, у нас работает Nested Virtualization. Что такое Nested Virtualization или гнездовая виртуализация? Это значит, что мы можем запускать виртуальную машину внутри другой виртуальной машины. Так вот, одна в другую, да? Как это, помните? Натуралистами открыты у паразитов паразиты. Ну, вот так вот. Вот, смотрите, вам важно вот волшебные цифры 172, 19 и так далее. Это адрес машины. Теперь мы ГНС запускаем. Вообще, под Unix он сам, после конфигурирования, сам запускает виртуальную машину. Давайте мы запуск. Так, Setup Wizard, Help, Setup Wizard, Setup Wizard, Remote Server. Нет. Так. Да. Значит, ну что... Я предполагаю вообще, что... Я думал так, что тут у нас... Оптимизированный под Windows он превращается в виртуальную машину. Нет, я так понимаю, что он под Windows превращается в удалённую appliance. А у нас там нету аутентификации, да, по-моему? Давайте попробуем. Значит... 172... 19... 76... 78... Юзер админ. Ну, давайте вот так вот. Что он выдаст? Не может подключиться. А, так, 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 так. 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 А есть ли 80-й порт? По 80-му порту подключился. Так. Чей тут нажали. Это уже не важно. Мейн сервер. Так. Давайте мы... Сервера на Linux. Ну, да, всё. Значит... Можно создать новый проект. Тест. 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 И сюда что-нибудь. Что у нас есть? Свич. Да, вот всё у нас... Виртуальная PC есть. Мейн сервер на Twitch. Всё переносится. Да. Ну, да, в принципе, всё, что нужно, у нас подключается. Да, вот по Телнету... Так, консоль. Ах, стартануть нужно. Стартуем. Все. И подключимся. Ну, да, в принципе, путь и вот всё подключилось. Ну, будем считать, что у нас система заработала. Так, выключили файл. Так, выключили файл. Такое интересное он... Вот он нам память вот столько поставил по умолчанию. Ну, всё, пожалуй. Так, а вот настройка самого файл. 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 Ах, ах. 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 Вот смотрите, у нас он балонинг память. Он сам при недостатке памяти его увеличивает. да, то есть он может это базовый 1024 мегабайта гигабит и вот тут может увеличивать, ну да, наверное это оптимально ну, пожалуй мы завершим выключить машину наверное не так нужно выключать так она упадет я думал, она спросит все ли правильно сейчас посмотрим, тут у нас завершение работы действия наверное завершение работы надо нажимать закручится и мы нажмем завершение работы и выключим ну Так. Загрузится и завершение работы дадим. Так. Так. Ну, не быстро загружается, но, в принципе, сейчас проверим ещё, установим разные плавянцы при желании. Так. Виртуальную машину он действительно сам запускает. Но это у нас идёт не как виртуальная машина, а как удалённая машина. Поэтому он её не запускает сам. Давайте мы вот тут... Ну, в принципе, у нас тут есть shutdown. Наверное, это самая оптимальная... в меню выбрать shutdown и выключить. Это наиболее бережное отношение к виртуальной машине будет всё. Она выключилась. Виртуальная машина Виртуальная машина